Всем привет, с вами канал Shootings Gear, я и будущий Никита Лукашев. Прошел почти год после покупки кудрокоптера DJI Mini 2 и за это время у меня, соответственно, сложился опыт эксплуатации данного дрона и в этом ролике я хотел бы поделиться им с вами. Приобрел я этот дрон в декабре 2020 года в магазине DNS за 60 тысяч рублей. Это комплектация FlyMyCombo, это означает, что в комплекте идет три дополнительных аккумулятора и вот такая вот сумочка. Начнем с качества съемки, считаю это одно из главных, что есть в дроне. Оно лично для меня в этом дроне на очень высоком уровне, конечно, не сказать, что прям идеально, но этот дрон умеет снимать 4К при 30 кадрах в секунду. Матрица установлена в нем на 12 мегапикселей, получаются неплохие видео, неплохие фотографии. Единственное, в отличие от более дорогих моделей квадрокоптеров этого же производителя, при съемке вечером и ночью появляется шум на картинке и, конечно, может кого-то это не удовлетворить, но даже съемка на этот квадрокоптер вечером и ночью меня вполне удовлетворяет. Хотел бы еще добавить по вечерней ночной съемке, если вы хотите получить более хорошую картинку на этот дрон, лучше снимать в ручном режиме и выбирать параметры настроек съемки самим, так качество картинки будет более лучшее, но чтобы снимать в ручном режиме, все-таки нужно какое-то время поуправлять дроном и не сразу начинать снимать в нем. Следующее, о чем мы поговорим, это качество сборки, качество материалов и, собственно говоря, размеры дрона. Дрон сделан из пластика, я вам скажу, что он достаточно качественный, не какой-то там самый дешевый, и качество сборки очень на хорошем уровне, потому что нет ощущения, что сам дрон какой-то хлипкий или что-то вроде того, нет ощущения, что он может упасть в любой момент. Отдельно я бы хотел отметить компактность этого дрона, так как он весит всего лишь 249 грамм, и он, в принципе, сравним даже с тем же самым айфоном, как и по весу, так и по размерам. Вот, допустим, я его сравниваю, и даже айфон, в принципе, по длине больше квадрокоптера. И по мне это несравненно плюс огромный, потому что вы можете его взять с собой в абсолютно любые поездки, и еще один главный плюс этого дрона, его не надо регистрировать, так как на дроны до 250 грамм не нужна лицензия в большинстве стран мира, как в России, так и в многих странах Европы. Допустим, вы можете его брать для каких-то тревел-съемок, и, в принципе, просто кинули в машину, а если у вас есть такая вот сумочка при покупке FIMO Combo, она у вас появляется, у вас будет вообще все очень-очень замечательно в этом плане. Хотел бы вам отдельно рассказать о крепкости этого квадрокоптера, так как недавно случился очень несчастный случай с ним. Мы снимали всероссийские соревнования в Саранске, и он у меня упал. Сразу скажу, что он упал по моей вине, и дрон нисколько вообще не виноват в этом происшествии, но я его садил в достаточно ветреную погоду на стену. Там была пропасть 2 метра на асфальт, и, в общем-то, при посадке, когда я уже полностью вошел в точку невозврата, так сказать, когда он начал садиться и глушить двигатели, он, точнее, ветер подул, и дрон снесло просто на асфальт, и он не удержал равновесия на стене, и просто плюхнулся на асфальт, и при этом с ним вообще ничего не случилось, кроме того, что у него сверлся пластик немного, но этот косметический больше, и не влияет на его работу. Ну, единственное, конечно, при продаже потом могут какие-то проблемы возникнуть, но самое главное, у дрона не сломался его трехосевой стабилизатор, благодаря которому у дрона появляется эта плавная картинка, и, в принципе, дрон прошел тест-драйв падения. Отдельно отмечу то, что управление этого дрона очень легкое, потому что до покупки квадрокоптера я не управлял ни одним дроном, и с первого раза я вполне хорошо взлетел, поснимал и также прекрасно посадил этот дрон, так что для новичков это будет, наверное, одно из лучших решений. Про первый запуск я вам рассказывать не буду, так как есть ролик по этому поводу на канале, ссылочку я оставлю в описании, и вы там все прекрасно посмотрите. Вернемся, собственно говоря, к управлению этого дрона. Достаем из сумочки, которая шла в комплекте, пульт от квадрокоптера. Он идет от старшей модели DJI Mavic Air 2. Он очень удобный, хорошо лежит в руке. Я сейчас наглядно соберу его для вас. Вот в этих местах у него два джойстика. Мы их собираем. Они там сидят, кстати, надежно, не потеряются в любом случае. Собрали. Эта часть антенны выдвигается. Здесь как раз-таки, по сути, все мозги, вся связь дрона находится. Вынимаем шнур, который подсоединяется к телефону. В моем случае это шнур от айфона, но в комплекте идет еще два шнура. От андроид телефонов, USB и Type-C есть. В принципе, пульт очень хороший, как я уже сказал. Меня он полностью устраивает. У дрона, кстати, есть три режима съемки. Это режим Sine, Normal и Sport. Соответственно, Sine это кинематографический режим, при котором дрон летает плавно, и вы получаете очень приятную плавную картинку. Нормальный режим он летает, в принципе, достаточно быстро. В режиме Sport он вообще просто как машина. Где-то 60-70 км в час максимальной скорости этого дрона. При этом этого вполне хватает для новичков, и большего, я скажу вам, не надо. Посмотрим, что еще есть в этой прекрасной сумочке. Пульт, квадрокоптер уже на месте. Также в комплекте у нас шел зарядник. Ничего особенного здесь нет, он на Type-C, в принципе. Ему можно даже телефон Samsung, Android любой заряжать. Также идет в комплектации Flymo Combo три аккумулятора. Сразу скажу про аккумуляторы. То, что одного аккумулятора хватает где-то на 20 минут, хотя производитель заявляет о том, что хватает где-то на 30 минут, но, как вы знаете, то, что заявляет производитель, не всегда является правдой. А в зимних условиях аккумулятора одного может вовсе хватить всего лишь на 15-16 минут. Это, конечно, очень печально, даже этого времени хватает. Так что я не вижу смысла покупать обычную комплектацию без трех аккумуляторов, потому что, во-первых, вы взлетите и сразу уже сядете, ничего не успевая заснять. И при этом, чтобы дождаться, пока заряется этот аккумулятор, придется подождать достаточно длительное время. Также вот у нас здесь есть вот такие вот штучки, которые помогают нам перевозить спокойно дрон. Это вот защита для камеры при перевозке, а это для пропеллеров, чтобы их удобно сложить. У меня, может, в конце ролика покажу, как это делается. Ну и покажу, как, соответственно, достается батарейка и вставляется в дрон. Вот мы достаем, они у меня все заряжены. Получается здесь у нас место, куда вставляется. Батарейка у дрона. Мы ее вставляем. Вот и включаем дрон. Нажимаем один раз и второй. Вот. Как вы видите, дрон включен. Все вполне просто и понятно. Честно говоря, я не хочу растягивать этот ролик и говорить о том, как все делается. Кому интересно, можете написать в комментариях. Мы отдельный ролик напишем вообще, как все это работает. Хотел бы дать советы по съемке в зимних условиях, так как я приобрел квадрокоптер в декабре и, понятное дело, я не стал дожидаться лета, чтобы его запустить. Потому что производитель заявляет, использование дрона возможно при температуре 0 градусов и до 40 градусов. Но я вам скажу то, что зимой летать можно, я бы сказал, даже нужно. Но прежде чем летать зимой, нужно держать аккумуляторы в тепле и ни в коем случае не заводить дрон с холодными аккумуляторами. И в принципе на этом все запреты можно снять по зимней съемке. Надо быть только аккуратным и следить в оба. Связь дрона осуществляется по технологии Acoustine 2.0. В принципе, как заявляет производитель, дрон может улетать на расстояние до 10 тысяч метров. Но на самом деле связь теряется где-то, если вы взлетаете за городом на полутора тысячах метров. Ну, в лучшем случае 2 километра отлетите. А в городе вовсе можете отлететь на 300-400 метров, и он потеряет связь. Но в любом случае дрон возвращается на точку возврата, как только он теряет связь с пультом. И проблем в этом никаких нет. Общий совет по использованию дрона. Я бы посоветовал выставить высоту возврата домой 100 метров или выше. Так как когда дрон возвращается на точку возврата, он поднимается на заданную вами высоту. И по прямой траектории возвращается обратно. Также он пишет GPS полностью, так что он в любом случае вернется и не потеряется у вас. Вы также можете выставить максимальную дальность полета дрона. Так что вы не улетите совсем-совсем далеко. И желательно следить как за процентами аккумулятора на дроне, так и на пульте. Потому что если пульт разрядится или аккумулятор у дрона, то в любом случае он не вернется. Конечно, он мягко сядет, но непонятно где он сядет и непонятно как вы уже будете его искать. Потому что дрон маленький и при разряженном состоянии он не подает никаких признаков жизни. Я обещал собрать защиту вообще, как выглядит этот сбор дрона. Мы вот одеваем защитный кейс на камеру. Складываем крылья аккуратненько. И одеваем вот такую защитку. Очень полезная вещь, особенно при перевозке. И вполне вы даже можете теперь его куда-то положить без сумочки вот этой. И он в принципе будет в целости и сохранности. Так как лопасти и его крылья защищены так же, как и камера. Ничего с ним не случится. И в принципе он очень легкий. Без аккумулятора он весит где-то вообще 150 грамм, мне кажется. Кому вообще стоит приобретать этот дрон? Во-первых, я бы советовал приобрести этот дрон новичкам, тем, кто еще не ознакомлен с управлением дрона. Его возможностей вам полностью хватит. Вы попробуетесь, научитесь летать, научитесь снимать красивые кадры на дрон. Также этот дрон в принципе подойдет большинству блогеров, которые хотят снимать, допустим, тот же самый тревел-блог какой-то. Потому что он компактный, удобный и достаточно дешево стоит по сравнению с другими моделями, допустим, того же бренда. Потому что старшие модели могут стоить уже без комплектации Flymo Combo дополнительных аккумуляторов около 80-90 тысяч. А в полной комплектации находить цена до 120. И в принципе гораздо-гораздо больше бывают цены. Допустим, тот же самый Phantom дрон стоит около 200 тысяч. Так что решение очень хорошее. Я всем его советую. И думаю, большинству качество съемки этого дрона будет за глаза. За год использования, пробег этого квадрокоптера у нас составляет около 150 километров. Использовали мы его для съемок стартов различных, соревнований, для обзоров стадионов. Просто красивые кадры снимали во время дороги, какие-то озера. В общем-то классическое использование дрона. И в принципе вы можете вообще в целом на нашем канале увидеть во многих видео, как мы его запускаем. Кадры с квадрокоптером можете увидеть. И все это прекрасно мы показываем почти в каждом нашем ролике. Кому интересна еще какая-то информация об этом дроне или какое-то дополнительное видео, пишите об этом в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.